Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дома по улице Спортивная облюбовали лица без определенного места жительства. На новой отремонтированной площадке 59-го дома по улице Антонова Овсеенко собирается шумная молодежь, распивающая спиртные напитки. А у 6-го дома по Склеренко течет крыша. Какие решения наболевших вопросов предложила глава Самары Елена Лапушкина на приеме граждан в нашем сюжете. На приеме граждан, который провела глава Самары Елена Лапушкина, жительница дома номер 5 по улице Спортивная, рассказала, что двор ее дома облюбовали люди без определенного места жительства. Днем они проводят время неподалеку от железнодорожного вокзала, а по ночам заходят в подъезды, чтобы переночевать. Причем некоторые из них имеют жилье и прописку, но предпочитают проводить время на улице. Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к присутствовавшему на приеме прокурору города Артему Ярыгину и исполняющему обязанности начальника ОМВД по городу Самаре Николаю Хлусову с просьбой усилить патрулирование квартала и направить лиц без определенного места жительства в социальные учреждения. Мы проведем предприятие, которое я начальника ОМВД приглашу и с участковой ситуации ему поясню, поставлю задачи соответствующие. Мы сегодня уже вывозим адрес под объезд, проведем, посмотрим. А там уже неделю патрулируем, посмотрим, что там за люди будут и какие к ним можно конкретные меры принять. Житель дома 59 по улице Антона Вовсеенко рассказал, что в 2018 году площадку, расположенную в его дворе, отремонтировали по программе «Комфортная городская среда». Но радость длилась недолго. Во дворе собираются шумные компании. Рядом расположены два университета. Жители решили, что это их студенты распивают алкоголь и нарушают тишину во дворе. И просят усилить патрулирование района. Надо, конечно, сначала установить, что это факты о том, что эти лица реально имеют отношение к учебным заведениям. У нас привлекались уже, Николай Васильевич, поднять-то можно? Да, конечно, у нас четыре материала по этому факту зарегистрированы. Сейчас не могу сказать, кто там совершил правонарушение, но, конечно, по каждому факту надо проводить проверку. Если это подтвердить, что это студенты, то мы можем информировать учебное заведение о том, чтобы с ним провели воспитательную работу. Жительница дома номер 6 по улице Скляренко недовольна работой управляющей компании. Шиферная крыша дома 75-го года постройки постоянно протекает. Периодически сотрудники управляющей компании ее чинят, но кардинальная ситуация не меняется. Латанием крыши вы не отделываете. Я понимаю, что такое шифер, я понимаю, что если будет зима, вам ее еще раз пробьют и так далее. Конечно, единственная возможность – это сделать капитальный ремонт кровли, возможно, со сменой материала. Для того, чтобы перенести ремонт кровли на более ранний срок, должно пройти общее собрание жителей, на котором будет принято решение обратиться в фонд, в администрацию, в нашу комиссию с рассмотрением вопроса о переносе на более ранний срок и определение непосредственного вида капремонта. Глава Самары посоветовала жителям зарегистрироваться в системе ГИС ЖКХ, где можно заочно провести собрание собственников жилья, а также проконтролировать, чтобы сбор средств по дому в фонд капремонта был не менее 97%. Эти два условия позволят сдвинуть срок ремонта крыши на более ранний, а пока поручила главе Октябрьского района проследить за работой управляющей компанией, обслуживающей шестой дом по улице Скляренко. Виктория Шара и Константин Головин. События. Из рабочей безымянки к месту проведения парадов за 20 минут. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», которая станет последней на первой ветке городской подземки. Напомню, движение по Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где расположится новая станция метро, временно закрыто. Кроме того, с 8 октября по 21 ноября ограничено движение и по другим улицам, а именно полностью перекрыта территория в районе перекрестка Полевой, Самарской и Новосадовой. На первом участке сейчас идет вынос инженерных коммуникаций, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий, газовой магистрали. На втором участке демонтируют существующее покрытие проезжей части для дальнейшего переустройства ливневой канализации, водовода, кабелей связи. А затем на следующем этапе, когда перенесут инженерные сети, будут опускать щит и разворачивать туннелепроходческий комплекс. В районе перекрестка Полевой и Новосадовой предусмотрена стыковка тоннелей, действующего и нового. В связи с этим движение организовано в объезд участка. В том числе зону метростроя объезжает общественный транспорт, автобусы восьми маршрутов. Для этого установлены временные дорожные знаки, информационные щиты, аншлаги, скорректирована работа светофоров на близлежащих улицах. В ряде локаций у светофоров появились новые поворотные секции, провели регулировку. А на пересечении улиц Невской и Новосадовой смонтировали дополнительный светофор. Теперь разрешен поворот с Невской налево на Новосадовую. Кроме того, улица Первомайская сейчас стала односторонней. Движение предусмотрено только в сторону Волги. Мониторинг дорожной ситуации организован непрерывно. Региональный заказчик, администрация Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. Сделает поездки более комфортными и быстрыми. Естественно, обеспечит быструю доступность людей из пункта А в пункт Б, то есть безымянки или из другого района. Потому что метро – это важный элемент структуры транспортной в областном центре. В Самарской области стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений на уплату гражданами транспортного и земельного налогов – налога на имущество физических лиц. Какие сроки предусмотрены для погашения долгов и обязательно ли посещать налоговую лично, узнала Елена Чернявская. Федеральная налоговая служба напоминает гражданам о необходимости заплатить имущественные налоги до 1 декабря 2022 года. Уплате подлежат налоги на имущество физических лиц, земельный и транспортный. Расчетный период – 2021 год. В этом году жителям Самарской области было направлено более полутора миллиона уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Треть из них отправили в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков, на бумаги по почте и заказными письмами около одного миллиона уведомлений. Поэтому мы рекомендуем в свое время оплачивать налоги, не допускать задолженности и в случае необходимости своевременно узнавать какие-то вопросы, задавать в случае, если уведомление не поступило по каким-то причинам, через личный кабинет или по почте. Неподключенные к сервису личный кабинет налогоплательщика получат налоговое уведомление по почте, заказным письмом по адресу регистрации. Гражданам рекомендуют обратить внимание на почтовое извещение и своевременно получить налоговые уведомления в почтовом отделении. В случае необходимости налогоплательщики могут забрать уведомления в любой налоговой инспекции и в отделениях МФЦ. Уплатить имущественные налоги можно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо через любое отделение банка, почты, либо через платежный терминал, либо через мобильное приложение банков. По любому из реквизитов, указанному в налоговом уведомлении. Это может быть QR-код или штрих-код, универсальные идентификаторы начисления, либо банковские реквизиты. Налоги можно оплатить не только за себя, но и за иных лиц, что и сделал Владимир Писарев, житель железнодорожного района Самары. Получил уведомление через личный кабинет об уплате налогов за прошлый год и пришел в налоговую, чтобы оплатить. Радует, что все-таки в налоговой стало меньше очередей. И график работы у них все-таки иногда два раза в неделю длинный. То, что удобно, кто не может, допустим, отпроститься с работы, можно зайти вечером и сделать все свои. Здесь сразу на входе информационный стол всегда сотрудник находится, который подскажет, выпишет талончик, что куда, объяснится, какие-то вопросы. В общем-то, очень внимательно относитесь сотрудникам налоговой службы к своим посетителям. Если же возникли затруднения со способом оплаты или имеются какие-то неясности, всегда можно обратиться в единый контакт-центр Федеральной налоговой службы по телефону 8 800 7 2. Ситуации бывают разные, но за неуплату налогов ответственность несет тот, на кого этот налог начислен, независимо от того, гражданское это лицо или юридическое. Елена Чернявская, Максим Гусев, События. Своевременная помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. Общественники и добровольцы занялись пошивом тактических насилок для действующей армии и эвакуации военнослужащих. Изделия востребованы, однако не хватает рабочих рук и средств для их изготовления. На производстве побывала наша съемочная группа. Девиз «Все для фронта, все для победы» сегодня как никогда актуален. На протяжении 15 лет в этом цехе изготавливалась профессиональная обувь для танцев, однако с апреля этого года производство расширили. Дополнительно здесь начали шить носилки для эвакуации раненых российских бойцов в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Оксана Русских, руководитель небольшой мастерской, в одном из швейных чатов увидела объявление. Общественная организация искала добровольцев, которые смогли бы принять участие в изготовлении носилок. На призыв о помощи женщина откликнулась, не раздумывая. Говорит, остаться в стороне просто не смогла. Теперь ее фронт здесь. По домам девочки режут, собирают. Отширываем в основном занимаемся только мы пока, потому что волонтеров только-только начинается. Потому что это медленно, не любая машинка берет. Мы сейчас ищем поддержку, потому что руки есть, желание есть, не хватает материальных средств. В работу Оксана включается вместе со всеми. Не только шьет, но и контролирует качество выпускаемой продукции. Особенно важно, чтобы конструкция была прочной, иначе в работе просто не будет смысла. Конечно, должно быть определенное количество стежков, определенного размера. Все это уже у нас автоматически идет. И вот так вот каждый перекрестик мы отстрачиваем за полный, за полный все носилки. Каждая носилка изготавливается по определенному шаблону. Стропа нарезается, затем края обрабатываются специальным выжигательным аппаратом. Далее каркас выкладывают на планшет и наживляют. На последнем этапе происходит прошивка изделия, вес которого 400 граммов. С инициативой пошивок фронтовых носилок изначально выступили в Москве, а вскоре ее поддержали по всей стране. Для того, чтобы принять участие в производстве, не нужно быть профессионалом. Главное, чтобы сердце горело желанием помочь тем, кто сейчас на передовой. Ну, конечно, это светлое дело. Не нужно каких-то особых навыков, усилий. Это может принять участие любой желающий. Я вчера вечером разрезала несколько бобин строп. Это медитация, я так ее могу назвать. Ты вносишь свою частичку тепла и пытаешься передать это нашим бойцам, которые находятся там. По словам работников цеха, дело сейчас идет не так быстро, как хотелось бы. Оборудования не хватает, да и профессиональных швей тоже. Еще несколько помощников были бы не лишними. В цех готовы принять всех желающих. Даже если заказ по изготовлению каркасных носилок будет полностью выполнен, производство тут останавливать не собираются. В ближайших планах – выпуск аптечек и пятиточников. Также для нужд бойцов, участников специальной военной операции. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Не только спасти пациента, но и сохранить качество его жизни. Такая задача стоит перед врачами Самарского онкоцентра. После проведения операции пациента ждет трехступенчатая реабилитация. О всех деталях в нашем материале. Эффективность лечения рака зависит от качества реабилитации. В этом уверены медики Самарского онкоцентра. Именно поэтому для лечения пациентов они используют трехэтапную систему восстановления. Первый этап начинается с диагностики. При заболевании раком важно быстро поставить диагноз и оперативно провести операцию. После этого пациенты в течение семи дней находятся в стационаре под наблюдением онколога, реабилитолога. С ними занимаются врачи лечебной физкультуры, физиотерапевт, медсестры и психологи. Поддержка последних особенно важна. От этого напрямую зависит скорость выздоровления. И, наконец, третий этап реабилитации – лучевая или химиотерапия. Прооперировать его, назначить химию, лучевую терапию – это большая победа. Это уже больше, чем половина пути. Но качество жизни, как он будет дальше жить, вернется ли он в социум, вернется ли он к привычному, обычному образу жизни, как это было до диагноза – это большой, конечно, вопрос и это большое дело. Жительница Самары Ольга Сухова рассказывает, впервые онкологическое заболевание ей диагностировали в 2015 году. После операции в течение пяти лет она проходила лекарственную терапию. А недавно опухоль обнаружили во второй груди. И снова пришлось проходить лучевую и химиотерапию. Неизвестно, как бы протекало ее выздоровление без психологической поддержки, которую оказывают в Самарском онкоцентре. Она позволяет справиться со страхами, поверить в себя и с оптимизмом смотреть в будущее. Сейчас мне назначили на декабрь месяц реабилитацию. Все, конечно же, по показаниям, чтобы у меня рука поднималась. Так как она малоподвижная, у нас очень хорошая реабилитация в онкоцентре на самом деле. Поэтому я надеюсь, что к Новому году у меня будут подниматься обе руки. По словам медиков, если раньше перед ними стояла задача спасти жизнь пациентов, то теперь речь идет и о максимальном сохранении качества жизни. Для этого собирается мультидисциплинарная команда, которая, оценив статус пациента, формирует реабилитационную цель и начинает программу индивидуального комплексного восстановления. За год в Самарском онкоцентре диагноз «рак молочной железы» слышат около ста пациенток. Чтобы вовремя обнаружить опухоль, медики советуют женщинам каждый месяц проводить самообследование. Тем, кто старше 40 лет, раз в год делать маммографию или УЗИ. А в случае обнаружения уплотнения немедленно обращаться в онкоцентр. Виктория Шарая, События. Экономия времени и собственных средств – так называют оформление Европротокола опытные автомобилисты. Тем не менее, чаще всего в случае аварии граждане обращаются за помощью к сотрудникам ГИБДД. Что важно знать водителям и участникам дорожно-транспортного происшествия и в каких случаях не обойтись без ГАИ, выясняла Елена Чернявская. При ДТП с вызовом полиции на оформление аварии уходит, как правило, несколько часов. Но можно уложиться за 15 минут и не ездить за справками по инстанциям. Для этого достаточно оформить аварию по Европротоколу без вызова полиции. Водители на месте самостоятельно заполняют извещение о ДТП и спокойно разъезжаются. Подобная практика давно и успешно применяется за рубежом. Отсюда и название. Но такой протокол можно составить только в нескольких случаях. Если ущерб по их оценкам не превышает 100 тысяч рублей, если они оба согласны с виновником, кто, то есть виновник они сами определили, а сайты не вызывают у них никаких сомнений, они в этом случае могут составить так называемый Европротокол и обратиться в страховую компанию. Если при ДТП не причинен никакой материальный ущерб третьим лицам, то есть либо дорожно-транспортной инфраструктуре, так называемые дорожные знаки, светофоры, бордюры, в этом случае также составляется Европротокол. Здесь ситуация классическая. Водитель Приоры врезался в Датсун, который остановился на переходе, чтобы пропустить пешехода. Я ехал на день рождения, очень сильно торопился. Перед пешеходным переходом остановился пропустить пешехода и почувствовал толчок. Так как я очень тороплюсь, такая ситуация, мы просто решили не вызывать инспекторов ДПС и оформить Европротокол, потому что это очень быстро, удобно. И советую всем пользоваться этим, этими услугами. Повреждений практически нет, небольшая царапина на заднем бампере. Второй водитель от своей вины не отказывается. Ехал по дороге, спереди водитель на Датсу не притормозил, я не заметил. Он притормозил перед пешеходным переходом. Я притерся бампером в его бампер. Есть небольшие потертости, сотрудников ДПС не будем вызывать, потому что это займет много времени. Оформим Европротокол, он у меня есть с собой, и разойдемся. В протоколе указали виновника аварии. Оба водителя поставили свои подписи. Именно по этим пунктам страховые компании ориентируются, кто и кому должен возместить ущерб. Также молодые люди сфотографировали место аварии и повреждения автомобиля на камеру телефона. Документы по Европротоколу нужно подавать в страховую компанию, где был куплен полис ОСАГО, что и сделал водитель Приоры. В итоге экономия времени налицо. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Узнать актуальные новости и включиться в жизнь города из любой точки мира. Самары ГИС отмечает свой 15-й день рождения. Как живет первый городской телеканал сегодня, расскажут наши корреспонденты. Ежедневно в эфире первого городского телеканала все главные новости Самары. Актуальные события и судьбоносные решения, эксклюзивные интервью и комментарии экспертов, прямые включения и трансляции самых ярких моментов из жизни большого города. Телеканал «Самара ГИС». 15 лет в эфире. Я от всего сердца поздравляю всех сотрудников телеканала «ГИС» с 15-летием. Наблюдаю, что с каждым годом канал меняется, и причем меняется в лучшую сторону. Это заметно не только мне, это заметно абсолютно всем жителям города Самары. Вы передаете не просто актуальные новости, вы создаете площадки для общения. Я совершенно точно знаю, что жители обращаются к вам не только в рамках проведения прямых линий. Жители обращаются к вам напрямую своими проблемами, в соцсети, которые вы ведете, с благодарностью, с предложением. А это значит, что и жители вам доверяют. Это самое главное. И, конечно, я хочу пожелать вам и в дальнейшем развития. Я хочу, чтобы новости были только позитивные, чтобы жители вам продолжали доверять. В прямом эфире на все вопросы зрителей отвечают врачи, психологи и психотерапевты. Сотрудники администрации отчитываются о проделанной работе в городе «Эс», а зоозащитники помогают безнадзорным животным в программе «Хочу домой». Проект «Обернитесь» рассказывает о людях, потерявших почти все, но научившихся жить с чистого листа. Мы говорим об успехах наших спортсменов, ярких культурных событиях. Вместе читаем книги и вспоминаем историю. Говорим о важном и сокровенном. Разъясняем зрителям их права и новые законы. А наш шоппинг-гид не первый год служит проводником в мир скидок популярных маркетплейсов. Специально к 15-летию ГИСа мы запустили проект «За кадром», где сотрудники телеканала рассказывают интересные факты о себе, о своей работе и жизни телекомпании. В юбилейный год мы раскроем подробности, о которых телевизионщики обычно умалчивают. «Ты должна выбрать такую профессию, чтобы могла обеспечить и двух детей». 15 лет в деятельности молодого творческого коллектива – это дорогого стоит. Все эти годы мы вместе. Я очень рад, что вы, ваше 15-летие, сегодня справляются в собственном доме. Пожелать, конечно, хочется новых творческих задумок. У вас для этого есть все. Главное – это ваш человеческий ресурс, ваш профессионализм. Сегодня «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в регионе. Мы одними из первых информируем жителей о том, что происходит в областной столице. Дорогой ГИС, без вас нет информационного поля Самары и Самарской области. Вы состоялись. 15 лет – это серьезный юбилей. Мы видим вашу зрительскую аудиторию, мы видим вашу взвешенную, очень четкую и, самое главное, прагматически полезную для города, для Самарской области позицию. И я думаю, что вам, конечно, все сегодня желают 7 футов под килем. И я не буду от этих людей отличаться. Именно 7 футов, потому что 7 – наше любимое число, а ГИС – это наш любимый телеканал. Телеканал «Самара ГИС» успешно интегрировался в интернет. Мы расширили круг вещающих нас кабельных операторов. Теперь их 17. А онлайн-трансляция эфира доступна не только на нашем сайте, но и из любой точки мира через мобильное приложение на базе iOS и Android. Телеканал «Первым в городе» перешел на вещание в формате Full HD. Наше оборудование позволяет делать прямые включения с места событий, где бы ни находилась наша съемочная группа. От всей души хочу поздравить телеканал «Самара ГИС» с 15-летием. Я считаю этот канал ключевым для нашего города. А с приходом нового руководителя «Кольцун» Елены Юрьевны я вижу, как за последние несколько лет меняется не только обстановка внутри коллектива, отношение к работе, журналистов, видеооператоров, но и меняется все пространство, в котором задействован этот телеканал. Общее число наших подписчиков превышает 78 тысяч. На видеохостингах мы набираем более 300 тысяч просмотров. Наши публикации в сетях ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, где не только оперативно выкладываем новости, но и ведем онлайн-трансляции футбольных матчей, даем астрологические прогнозы, проводим опросы на интересные темы. В этом году мы запустили новый проект – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Ежедневно мы сообщаем, о чем они пишут на своих информационных площадках. Но самое главное для нас – это наши зрители. Вы к нам приезжаете, все спрашивают, это Самара ГИС? Я говорю, да. Значит, это будет тепло, это будет материал сделан с душой, с каким-то особым отношением к действительности и к людям. И, на мой взгляд, это именно те отличительные черты телеканала, рассказывать о событиях с точки зрения человека. 15 лет мы работаем для каждого из вас. Включайся в жизнь города. Самара ГИС – твой проводник в новую реальность. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня, 12 октября, на своих информационных площадках. В Снежном на постоянной основе работают бригады медиков из Самары, рассказывает телеграм-канале Куйбышевского района. Главный врач Самарской городской больницы номер 10 Дмитрий Лисица приезжает сюда уже во второй раз. Набор специалистов определяется в зависимости от запросов администрации центральной городской больницы. В основном это врачи-терапевты, педиатры, хирурги, травматологи, окулисты, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, отмечает медик. Такое сотрудничество проводится в соответствии с соглашением, которое было подписано между правительством Самарской области и администрацией города Снежное. Как поступить в сложной жизненной ситуации, к кому обратиться за помощью, когда своими переживаниями не хочется делиться даже с близкими или друзьями, рассказывает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. И напоминает, что в этом случае можно позвонить по телефону доверия, и вам обязательно помогут. Для взрослых – 8 800 121 15, для детей и подростков – 8 800 2 122. Средства материнского капитала можно потратить только на установленные законом цели. Например, оплатить первоначальный взнос по ипотеке или образование ребенка, напоминает в телеграм-канале промышленного района, и подробно рассказывает, как получить, потратить материнский капитал и законно его обналичить. К примеру, нельзя обналичить материнский капитал через фиктивные сделки с недвижимостью или договоры с образовательными организациями. Такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество, а мат-капитал придется вернуть. В октябрьском районе Самары прошел очередной семинар-тренинг для представителей Советов МКД в рамках проекта «Мой дом», сообщает в телеграм-канале. В семинаре приняли участие представители Государственной жилищной инспекции региона, некоммерческой организации, региональный оператор Самарской области, фонд капитального ремонта и управляющие компании. Спикеры выступили с информацией о работе системы ГИС-ЖКХ, об обеспечении тишины и покоя жильцов МКД и успешном опыте управления МКД. По окончании семинара председатели Советов многоквартирных домов получили консультации по интересующим вопросам. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова